Приветствую вас, аноним. Вообще, немного странно, на мой взгляд, выглядит эта ситуация, при которой вы, с одной стороны, думаете о суициде, а с другой стороны, не хотите, чтобы оставались каких-то записи. То есть, вы бы, ну, вы же бы знаете, что думали вы, к примеру, о суициде, да, но вам, наверное, скорее всего, было бы просто плевать, а то останутся зацеления. Так получается играть немного двоякая ситуация и двойной, ну, двойной аспект, двойной акцент сделать. Вот, это первое. Это первое, это первое. Второе. Ну, собственно, то, что развод является травмой для любого человека, вообще. Нет для кого-нибудь скрыт и травмой, к сожалению, ну, для вас является, как бы, ну, в том числе, травмой. Вот, и, на мой взгляд, нужно поисследовать, почему вам так больно из-за развода, вот, собственно, что составляет, вот, причину, основу для боли. Вот, почему, например, у вас с вашим мужем был секс, то есть, почему вы позволили ему с вами перестать, да, и, как бы, у вас, вот, очевидно, есть, ну, есть, да, были, там. Некоторые, некоторые ожидания от этого эффекта, вот, может быть, вы хотели эффектом привязать от человека. Короче говоря, с уходом мужа, да, вы, там, ну, для себя что-то потеряли с уходом своего мужа. И, крайне важно понять, что именно вы потеряли. Крайне важно разобраться с тем, как именно вызывает вас, ну, боль, от того, что вы, не сможет, что вы одна. То есть, возможно, речь идет о том, что сами по себе, без мужа вы не видите себя, вы никак себя не цените. Без мужа вам наедине с собой плохо, ну, и так далее. То есть, боль это вот что-то, что вам необходимо, ну, как-то вот для себя выявить, выделить, выделить, вычленить, вот, чтобы лучше, ну, чтобы лучше отдавать себе, возможно, отчет, как раз таки и в том, что вы себе представляете. Чтобы лучше отдавать себе отчет в том, какая вы, и какие у вас, например, есть, допустим, трудности, какие у вас есть, допустим, проблемы, какие у вас есть, допустим, сложности, да, например. К примеру, сложности, там, с принятием себя сложности, с нахождением, там, ну, наедине с собой, да, и так далее. То есть, вот эти вот вещи все как-то нужно разобрать, да, вот эти все вещи, их как-то нужно рассмотреть. Потому что, ну, это такой достаточно важный момент, а, и, как бы, отчасти, именно из-за этого, отчасти, именно поэтому вам так вот сложно, отчасти именно поэтому, вам так тяжело, отчасти именно поэтому, вы и не можете двигаться дальше и не можете занимать такую вот, ну, адекватную, я бы сказал, позицию по отношению к своему мужчине. Например, да, то своему мужу. Вот. Дальше. Ну, не очень понятно, значит, как обстоят дела с вашей жизнью, то есть, куда вы двигаетесь и двигаетесь ли вы вообще по жизни, вот, что вам интересно. Это все не очень, не очень понятно, потому что, ну, вы практически об этом ничего не пишете, вот, и практически, вот, что интересно, никак не раскрываете, эээээ, свою болезненность, да, то есть, из-за чего больно. Но, с большим счётом вы говорите только о том, что хотите получить, эээээ, антидепрессант. Но дело-то ведь в том, что антидепрессант назначается только при диагностировании ваш психопсихического заболевания. Ну, как бы, у вас диагноза нет, соответственно, и антидепрессантов вам назначить никто не сможет. Но то, что вы на данный момент не очень хотите решать проблемы, это очевидно. Да, то есть вы к психологам обращаетесь с вопросом о том, как нелегально получить препарат. Вот, я понимаю, что вам, через слово, тяжело, я понимаю, что вам сложно, я понимаю, что вам больно, но закон нарушать все же, наверное, не стоит. Тем более, что, как ни как, от вас зависит ребенок. Вот. Ну, ваш ребенок, я имею в виду. Ну, мне кажется, что, если вы довольно безответственны, если вы говорите, что вот за ребенка, типа, я не хочу кончать ее самоубийством, это типа, окей. Вот. А подвлекать риску своей свободы, и подвлекать риску, опять же, ваших близких, ребенка и матери. И матери. Вероятно, что все равно, это нормально. Это нормально. Вот. Я вот не обвиняю, я просто хочу, как бы, чтобы вы немножко определились с этими моментами, с этими вещами. Такая вот история. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Желаю вам всего самого доброго и удачи.